Девушки отдыхают Да, безусловно, 10 лет назад мы помним, как фактически в эти теплые августовские дни всю Европу поразила новость о российской агрессии по отношению к Грузии. Мы помним, как тогдашний президент Украины Виктор Ющенко оперативно полетел в Тбилиси вместе с президентами и Литвы, и Латвии, и Эстонии. Фактически солидаризировался с тогдашним президентом Саакашвили, который оказался на один на один с российской угрозой. При том, что, я скажу так, Европа в лице того же Николая Саркази и других тогдашних лидеров, они не были достаточно настойчивы и не надавили на Россию. Россия почувствовала определенную свою безнаказанность. И более того, и президент Обама, который был только что, только избравшимся президентом Соединенных Штатов Америки, он тоже достаточно инертно, достаточно пассивно отреагировал на сложившуюся ситуацию. Я думаю, что если бы тогда мир отреагировал более жестко по отношению к России, то и агрессия, которую Россия осуществила в 2014 году, мы могли бы ее и не увидеть. Давайте посмотрим информационный сюжет, более подробно напомним о том, что произошло 10 лет назад и продолжим беседу. В 2018 году исполняется 10 лет с начала вооруженного конфликта в Южной Осетии. В начале августа 2008 года начались боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии, которых поддерживала Россия, с другой. Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа после того, как грузинские войска провели массированный обстрел столицы Южной Осетии Цхинвал с целью взять ее под контроль. Днем 8 августа президент России объявил о начале военной операции в поддержку непризнанных республик. В течение нескольких суток в конфликтный регион были введены российские войска, которые при взаимодействии с Абхазско-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска, заняв приграничные территории. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно, после чего между президентами Южной Осетии, Абхазии и Грузии был подписан мирный договор при посредничестве тогдашнего президента Франции Николя Саркози. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а 2 сентября Грузия разорвала с Москвой дипломатические отношения. Пятидневная война имела далеко идущие последствия, а в частности она затормозила процесс вступления Грузии в НАТО, куда не принимает государство, имеющее на своей территории замороженные конфликты. Итак, вот этот конфликт, он на самом деле тянулся не, он начался не 10 лет назад, он тянулся значительно дольше. Его старт был 25 лет назад, но и до этого, 50 лет назад он тоже существовал. Вопрос, стоит ли сейчас, оценивая вот этот конфликт без сомнения кровавый и ужасный, принимать чью-либо сторону, или все-таки обратиться к истории и попытаться примирить эти все противостоящие команды? Не, ну здесь нет противостоящих команд, здесь есть на лицо российская агрессия и более того Россия, которая инспирировала тот конфликт, начавшийся между Грузией и Аджарией в свое время, и между Грузией и Южной Осетии, и Абхазией, и фактически мы помним, как после 2008 года на протяжении нескольких лет Россия добилась признания у пяти государств независимости Абхазии и Южной Осетии. То есть, по сути, не было бы российской интервенции, политической, экономической, эти бы регионы, они так и были бы в составе Грузии, не только де-юре, но и де-факто. И поверьте, так Грузия примирилась с Аджарией, так бы она примирилась с Абхазией и Южной Осетией. Ну, слушайте, примирение с Аджарией произошло уже, на самом деле, на основании опыта противостояний с Северной Осетией, например. Нет, это было раньше. Ну, я имею в виду, что есть более и менее радикальные структуры. Чем больше мы лезем в горы, например, тем вот эти клановая у них особенность построения социума, на самом деле там непримиренность до кровной вражды, которую, на самом деле, мы тут уже и забыли, хотя у нас тоже она была много лет назад. Ну, послушайте, давайте... И вот там у них непримиримость является частью характера, частью этноса народной, частью вообще идеи национальной. Ну, послушайте, вы знаете, Россия сама по себе насоткана из множества народов и национальностей. Мы помним, что происходило в 90-е годы, когда не только республика Ичкерия пыталась отделиться от Российской Федерации, но и ряд других республик, и Татарстан, и так далее, и так далее, они хотели отделиться... Ичкерию, мы помним, еще со времен Лермонтова, на самом деле. Они хотели отделиться от... и выделиться из состава Российской Федерации. То есть, фактически, Российская Федерация сохранилась в своем нынешнем виде только потому, что не было внешней интервенции. Сколько бы ни говорило про путинское пропагандистское телевидение, как раз Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, наоборот, стояли на стороне суверенитета Российской Федерации против каких-либо таких геополитических изменений на ее карте. Но Россия, в свою очередь, она сделала все, чтобы отдельные территории Грузии сепарировались от нее. И то же самое Фортель она повторила сейчас в отношении Украины, когда аннексировала напрямую Крым, что она, кстати, не сделала в отношении Южной Осетии, не присоединив ее к Северной Осетии. И, с другой стороны, оккупировав отдельные районы Донбасса. О роли Украины хотелось бы поговорить, потому что именно в 2008 году, когда Грузия наверняка очень ждала поддержки от нашей страны и не получила, потому что парламент так и не признал, хотя Ющенко выносил на рассмотрение этот вопрос, не признал Россию страной-агрессором по отношению к Грузии. Ну, состояние... Мы помним, тогда, к сожалению, общество разделилось, и было очень много сторонников Российской Федерации, даже здесь, у нас, в Одессе. И, по сути, общество разделилось 50 на 50. Это был 2008 год. И, кстати, я вам хочу сказать, что к Ющенко можно по-разному относиться к его президентству и критиковать за несбывшиеся надежды, за отсутствие реформ, за коррупцию, за любых друзей и так далее, и так далее. Но Ющенко нужно похвалить как раз вот за эту ситуацию, когда, несмотря на сопротивление политических элит в Украине, он и даже сопротивление тогдашнего премьер-министра Украины, который сейчас собирается баллотироваться в президенты, Ющенко полетел в Грузию, полетел в Тбилиси и продемонстрировал свою такую жесткую позицию по отношению к вот этой агрессии. Несмотря на то, что после этого, мы помним, были разорваны дипломатические отношения фактически в Российской Федерации, был отозван посол Зурабов, мы помним выступление Медведева и так далее, и так далее. То есть, который фактически стоялся буквально через год, он был отозван, но вот этот пик конфликта тогдашнего между Украиной и Россией пришелся как раз после проявленной позиции Украины по отношению к этому конфликту. Ющенко поступил очень мудро, и, конечно, вот... Все равно у него не получилось, да, надожать. Все равно он не смог поставить точку, ну, официально, Ющенко. В этом вопросе он не смог поставить точку, потому что он был слабым президентом, он был президентом-бизионером, но не президентом-политиком. Именно поэтому не смог поставить точку. Но он все равно войдет в историю как политик, как президент, который сделал такой яркий шаг, а не сидел, извините, а не обсуждал за закрытыми дверями с Путиным какие-то вопросы, как делал тогдашний преминистр. Уже тогда мы могли извлечь урок? Мы могли понимать, приблизительно предугадывать, что мы можем оказаться в приблизительно такой же ситуации? Ну, вы знаете, сложно планировать и говорить, что будет через 5-10 лет, и тогда, если мы исходим с 2008 года... Но помните, сразу после Украины то же самое прогнозировали Белоруссия? Если мы будем сходить из состояния 2008 года, мы понимаем, что тогда было сложно предугадать, что именно так развернется ситуация. То есть мы будем с падением Лимон-Браза? Давайте так, никто не мог спрогнозировать победу Януковича в 2010 году. Никто не мог спрогнозировать Майдан в 2013 году. И тем более никто не мог спрогнозировать ту ситуацию, которая случится в 2014 году, когда Россия в нагло аннексирует Крым. Серьезно? Поговорили об этом еще в 2011 году, что у России есть планы по аннексии Крыма? Смотрите, о планах по аннексии Крыма говорили еще в 90-е годы западной аналитики. Но от планов до конкретной реализации очень большое расстояние. У России есть планы по аннексии и прибалтийских территорий, поэтому здесь планов может быть множество. Но то, что Россия решится на такой агрессивный шаг по отношению к самому соседу, никто не мог это предугадать, чтобы действительно это случиться. Согласен с Михаилом, в части того, что у всех на всех есть планы, здесь спорить не о чем. Но и согласитесь, например, включить план, понимая, что противостояние политическое в Украине вот-вот и войдет в окончательно горячую фазу. Нам очень повезло, что у нас не было именно горячей фазы. Да, были жертвы, да, погибли люди, расстреляны. И, кстати, до сих пор их души не отомщены правосудием. Это тоже очень важный момент, который следует сейчас учитывать. Так вот, я хочу сказать, что не случайно при этом, напоминаю, что у всех были планы на всех, не случайно появился Дональд Кук в Черном море, именно в этот момент взявший курс на Крым. Значит, были какие-то планы и понимание планов друг друга. Значит, кому-то что-то было интересно. Не случайно Юлия Тимошенко, еще тогда неосвобожденная, из следственного изолятора, где она находилась тогда в больнице следственного изолятора, уже делала заявление о том, не вернувшись на Олимп политический, что я сейчас как только выйду, так сразу же мы выгоним этот российский флот. Понятно, что здесь противостояние стояло, скажем так, на высоком уровне, и те, кто является аналитиками этих сторон, были в курсе, какие могут быть сценарии. Ну, послушайте, здесь те заявления, которые делала Юлия Тимошенко, я даже обсуждать не хочу, поскольку, повторюсь, мы помним позицию Юлия Тимошенко в 2008 году по конфликту между Россией и Грузией, и те встречи, которые проводились и с Владимиром Путиным, и на которых, собственно, саркастически высказывалось в отношении и президента Ющенко, и президента Саакашвили, безотносительно и к Саакашвили, и к Ющенко. Я не их сторонник, я достаточно яро критик обоих, потому что считаю, что Ющенко — это время, упущенное возможности для Украины, а Саакашвили просто не оправдал себя как администратор, как яркий политик в украинском контексте. Но из песни «Слов не выкинешь» мы помним позицию Юлии Тимошенко. Она, как талантливый политик, всегда преследует собственные цели, которые иногда идут вразрез с целями, которые следовало бы ставить. Поэтому, опять же, подчеркивая ситуацию, которая случилась в 2008 году, если бы тогда... Вы поймите, в тот период не следовало ждать от Украины такой консенсусной на уровне всего народа поддержки Грузии и о критике Российской Федерации, потому что была достаточно серьезная поддержка, были российские каналы, которые преподносили по-своему конфликт, который случился тогда. Поэтому я бы не стал рассуждать о слагательном наклонении, тем более история не знает о слагательном наклонении. Случилось то, что случилось. Но, безусловно, если бы мир и Европа, и Соединенные Штаты Америки более резко отреагировали на тот конфликт и уже тогда ввели по отношению к России санкции, мы помним, что после этого Россия даже была принята в семейную торговую организацию. Если бы тогда были введены санкции, если бы тогда Россия стала нерукопожатной, то 2013-2014 года могло не случиться. Вы понимаете, это как, вы знаете, вот в какой-то малой социальной группе, например, вот в подъезде, если есть один, ну и насильник резко сказан, но, по крайней мере, какой-то головорез, который терроризирует часть соседей, если ему вовремя дать по зубам и по рукам, тогда он остановится. Если нет, значит, он пойдет на этаж выше, выше и так далее, пока не будет терроризироваться дома. Это значит, что теория разбитых окон? Я говорю о конкретном отношении Европы и Соединенных Штатов Америки к Владимиру Путину. Мы обсуждаем сейчас теорию разбитых окон. Вопрос, почему тогда, 10 лет назад, а ведь аналитики там похлеще, чем мы сейчас с вами здесь такие, от печки доморощенные, я не хочу вас оскорблять, но все-таки уровень у нас совершенно разный с ними. Почему тогда они не поняли то, о чем сейчас мы говорим? Не, ну, я думаю, что они не то, чтобы не поняли, просто каждое государство и каждые аналитики рассуждают, исходя из своих интересов. По большому счету, они считали, что то, что происходит в этом регионе, оно имеет отношение к Российской Федерации и никак нас не затронет. То есть, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. И мы помним, что тогда и ситуация в Европейском Союзе была достаточно другой, был консенсус. И, кстати, мы помним, что в 2008 году шла речь о подписании Лиссабонского договора после провального голосования за Конституцию для Европы. То есть, Европа и Соединенные Штаты Америки были заняты своими проблемами. И никто всерьез не относился к... То есть, что было на фоне падения Лиман-Бразерс. Правильно. То есть, Соединенные Штаты Америки были заняты внутренним вот этим вот кризисом. Плюс пришел новый президент. В Европейском Союзе пытались найти выход из того провального конституционного акта, который так и не был реализован. В итоге никому не было дела до Путина. И никто не среагировал должным образом на эту агрессию. Поэтому я бы здесь... Вы понимаете, когда мы говорим о западных аналитиках и не понимаем, почему они не посоветовали своим правительствам по-другому отреагировать на этот конфликт, мы должны понимать, что эти аналитики исходят из определенных таких ментальных, стратегических карт, которые учитывают интересы, прежде всего, своих стран, но никак не интересы Украины. Поэтому неудивительно, что не было належащей реакции. Услышал это дважды прямо сейчас за время этого разговора. Могу сказать, что поддерживаем 100% вас. И знаете, в завершении сегодняшней встречи хотел бы сказать, что и в дальнейшем у него будут учитывать в первую очередь свои интересы. Спасибо вам большое. Спасибо. Михаил Кацин, политический консультант. На сегодня на этом у нас все. Передаем финальное слово с выпуском новостей Ксении Терзи. Увидимся, как всегда, завтра в 15.00. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова